Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков провели совещание в Москве по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге. Объект включен в стратегию развития внутреннего водного транспорта страны. Средства на проведение этих работ в размере более 43 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области подготовило предложение по компенсационным мероприятиям, посадке новых деревьев, инженерной защите, а также предложение по использованию грунта, который останется после строительства гидроузла. Генпроектировщик сообщил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе сложная, нестабильная и требует постоянного мониторинга. Еще с советских времен более половины территории Балахны находилась в подтопленном состоянии. Также были представлены результаты исследований по оценке того, как строительство гидроузла повлияет на прилегающие территории и по мероприятиям инженерной защиты, в том числе строительство перехватывающих лучевых дренажных систем, расчистки малых рек и реконструкции существующей миллиардативной сети в Балахнинском районе. Наша принципиальная позиция – учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве низконапорного гидроузла. Да, сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но одновременно необходимо минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ.